Моё сообщение будет несколько отличаться по жанру от тех, которые звучали прежде, поскольку сотрудник музея, там своя специфика, и мой доклад связан, там речь пойдёт об одном конкретном памятнике, не о традиции портрета вообще, а об одном конкретном портрете. Единственное, что оправдывает такой доклад, что памятник очень любопытный и, кроме того, абсолютно никому неизвестный. Предварить этот доклад я хотел двумя словами на тему, не имеющую прямого отношения к дальнейшему содержанию, а именно просто так для справки, что несколько лет назад в жизни картинной галереи Эрмитажа произошло важное событие, которое осталось незамеченным за пределами Эрмитажа, но постепенно оно будет давать свои плоды, и интересующиеся будут тоже это замечать, ведь даже не работающие в музее люди. А именно у нас построили новое фондахранилище, и туда перевезли часть фонда живописи, а именно так называемый фонд «Б». Фонд «Б» – это вещи, когда-то отсортированные как второстепенные. Их сортировка происходила в основном в конце 20-х, начале 30-х годов, и эти вещи хранились отдельно в хранилище на третьем этаже Зимнего дворца, где они были очень малодоступны. Фактически их никто не видел. Их даже не возили в эвакуацию во время войны, но, правда, тогда спускали в нижние этажи музея. Вот лет 5-6 назад их перевезли. Ну, там всё медленно в музеях делается, пока перевезли, пока развесили, пока на выдвижные щиты, пока сфотографировали все, пока эти фотографии как-то разошлись по рукам. Ну, и выяснилось, что среди этих двух тысяч картин, которые там находятся, разумеется, очень много действительно второстепенного материала, ну, скажем, в очень плохой сохранности или очевидных копий, или каких-то вещей дилетантских. Естественно, сортировали люди грамотные. Но, когда речь идёт о тысячах картин, не прокидаться невозможно. И сортировая, конечно, туда спустили, в этот фонд «Б» вещи чрезвычайно любопытные. Кое-что появлялось уже. Там картина Лоренцо Лотто, оттуда вытащенная, была выставлена в качестве отдельной выставки. Да, выставка одной картины была. Но я вам просто анонсирую, будут ещё удивительные вещи. То, что я вам сегодня буду рассказывать, тоже относится к числу находок в фонде «Б», хотя, ну, тут никакой уж такой сенсационности нет. Это вещь не самого высокого класса, просто интересная с художественно-исторической точки зрения и достойная лучшей участи. Так что картин, которую я вам показываю, на самом деле её никто не видел, ну, не скажу никогда, но очень давно. То есть я её показывал фотографию трем-четырём людям, а так вы первые зрители. Вот хранится у нас в этом фонде такая досочка небольшая, такое портретное изображение. Это изображение с некоторой дистанцией, чтобы почувствовать примерно размер, что картина это 42 сантиметра высотой на 30, по-моему, 1, 6 или 33, не помню точно, шириной. В общем, небольшого совсем кабинетного размера картина, которую, если поглядеть поближе, выглядит вот так. В инвентаре она записана как мужской портрет неизвестный французский художник XVI века. Ну, мужской портрет – это, конечно, очень широкое, очень больное определение, потому что у этого мужчины тут на груди висит орден Золотого Руна, который в каждую эпоху, владельцев которого можно пересчитать по пальцам одной руки. Соответственно, ну, тут моего никакого открытия нет. Кто-то и до меня, вполне разумный человек, написал мелом на обороте этого портрета Карл V. И действительно, это портрет Карла V, прославленного императора из рода Габсбургов, одного из центральных персонажей европейской истории XVI века. Ну, я не буду вам рассказывать о том, кто такой Карл V. Карл V – действительно такая ключевая фигура европейской истории. Портреты Карла V, они, ну, на всякий случай, я все-таки привел вам пример, чтобы не было ни у кого сомнений, что это действительно Карл V. Вот это портрет Зейзенеггера 1532 года, известный. И тут при всей больности, что это не фотография, но совершенно ясно видно, и это выдвинутая челюсть, это оттопыренная гамсбургская нижняя губа, этот нос с горбинкой, эти тяжелые, такие приопущенные веки, тяжелые надбробные дуги, в общем, это та же конструкция лица, понятно, это Карл V. Ну, портрет этот поступил в Эрмитаж из, как гласит запись в инвентаре, из собрания Мятлевых. Собрание Мятлевых – это вообще-то известная такая коллекция, про нее подробно писал Ливенсон Лессинг, что это коллекция старинная, восходящая еще к XVIII веку, и коллекция специфическая, коллекция преимущественно иконографическая. То есть там портреты были собраны, и эти портреты подбирались не столько по авторам, не столько по художникам, сколько по изображенным лицам, и оттуда пришло много исторически любопытных портретов. Так что наличие в этой коллекции портрета Карл V неудивительно. Вероятно, из вот этой коллекции Мятлева происходит и определение, неизвестный французский художник XVI века, которое было некритически перенесено в инвентарь Эрмитажа. Потому что существует очень близкая версия этого портрета, которая была достаточно известна профессионалам в конце XIX – начале XX века. Вот такой портрет Карла V, хранящийся в музее Канде в Шантилье. Поскольку музей Канде – это старое собрание, там давно уже существовали каталоги, и коллекция была известна знатокам и экспертам начала XX века хорошо, и поэтому кто-то, видимо, сопоставил портрет, находившийся в собрании Мятлевых, с вот этим портретом в Шантилье. И в Шантилье этот портрет и поныне значится работой неизвестного французского художника XVI века. Я ничего не могу сказать по поводу портретов Шантилье, французский он или нет, но относительно Эрмитажного сомнения возникают. Во-первых, при сопоставлении, когда вот так поставишь эти портреты рядом, ну, видно, что это одна и та же композиция, это действительно один и тот же композиционный, это один и тот же портрет, но, в принципе, при сопоставлении они могут служить, так сказать, классической иллюстрацией того, чем отличается копия от оригинала. Портрет в музее Канде, безусловно, копийный. Ну, он копийный, это видно даже и без сопоставления с вещью, которая обнаружилась в Эрмитаже, но видно, что все черты лица совпадения детальны, но вместе с тем вся конструкция этого лица несколько разваливается и вообще даже исходство уходит. Тем не менее, портрет этот, в принципе, такого рода копия, она могла возникнуть и во Франции, я не берусь опровергать французских коллег, которые по-прежнему числят этот портрет работой французского художника. Но что касается Эрмитажного портрета, я думаю, что это абсолютно исключено, и вообще-то французский художник, рисующий Карла Пятого, это довольно сложно представить, как это могло бы сложиться, потому что Карл Пятый к себе французских художников не выписывал, во Францию заходил только во главе войска и с краю, и, в общем, не было, нет оснований думать, что французский художник какой-то его рисовал. Но, бросив взгляд на этот портрет, в общем-то, любому человеку, ориентирующемуся в материале, понятно, что речь идет о нидерландской картине. Я не буду в это особенно так углубляться, ну, там, про разницу между нидерландскими и французскими, тем более, что вот Иоспольдович все хорошо рассказал про то, что нидерландцы, они особенно любят всякие индивидуальные черты, индивидуальные даже уродства в лице подчеркивают, ну, здесь, может, не уродство, но какие-то очень подчеркнутые характерные черты внешности, они усилены, как, в принципе, в нидерландских портретах испокон века и ведется. Кроме того, сама эта композиция, она очень близка к типу нидерландского погрудного портрета первых двоений 16 века, известного во множестве вариантов, экземпляров. Ну, таким образом, вот на первом этапе можно прийти к выводу, что это нидерландская работа и портрет Карва V в довольно молодые годы. Но дальше интересно разобраться поподробнее, все-таки, когда и кем он мог быть создан, и когда точно он мог быть создан, и какое вообще место этот портрет займет в иконографии императора. Потому что иконография императора Карва V – это увлекательный очень сюжет. Я даже думаю, что, может быть, нету в истории другого персонажа, которого такое разнообразие и такой сложный сюжет, портретирование которого существует, как портретирование Карва V. Я вот так вот вам покажу просто два портрета Карва V. Оба официальные королевские портреты сделаны из одного человека. Между ними, кажется, не 34 года, как на самом деле, дистанция, а какие-то столетия прошла между вот этим портретом круга Варанта Ивана Орлея, который для вас слева, а справа знаменитый иконный портрет Тициана вправо 1548 года. Вот колоссальная дистанция в это начальная и конечная точка, но в промежутке, на этом пути портретирования Карва было очень много промежуточных еще пунктов. Это может показаться вроде как и естественным, ну, 35 лет и в XVI веке, когда так быстро эволюционировал стиль живописи, если бы мы не могли это сопоставить вот с портретной традицией других государей этого времени. Дело в том, что, ну, это я в качестве такого короткого экскурса в сторону хочу напомнить вам, как портретировали двух правителей, которые всю дорогу сопровождали, что ли, Карва V в качестве его вечных противников, соперников в борьбе за власть над Европой, то есть короля Франциска I в Франции, Генриха VIII английского. Вообще вот эти три харизматичных лидера удивительным образом сошлись на одном поле, они ведь практически, ну, у них очень маленькая разница в возрасте, они почти одновременно пришли к власти, почти одновременно ушли от власти. И это такой поэт, все трое были знамениты как правители, ну, в общем, покровительствовавшие искусством и меценатствовавшие. Но очень разная история портретная у них. Я буду краток, это вещи общеизвестные, ну, вот Франциска I, у него был любимый портретист Жан Клуэ, который написал вот этот великолепный портрет. Портрет достаточно архаический по стилю, при том, что это шедевр искусства живописи, но для своего второго десятилетия XVI века он очень традиционен и не затронут какими-то итальянскими влияниями. И этот портрет довольно много тиражировался. С этого портрета делались, это был такой вот официальный образ государя. Позднее Франциск I нашел другого портретиста, еще одного портретиста, не на замену Клуэ, а что ли в параллель к нему, который создал устраивший его образ короля. Это нидерландец как раз Йоса Ван Клеве, который многократно писал. Написал он, видимо, с натуры один раз обычно, короли много раз не позировали. Но потом этот образ, он в мастерской Йоса Ван Клеве повторялся на разные воды. И вот эти вот портреты Йоса Ван Клеве с точки зрения типологии, что ли, портреты не сильно расходящиеся с портретом Жанна Клуэ. Ну, не буду вдаваться в возможности. Естественно, можно увидеть множество различий. Но, в общем, вот эта портретная традиция Франциска, она сохранялась. Даже Франсуа Клуэ фактически не написал официального портрета Франциска, хотя уже начинал работать при его жизни. Правда, это совсем еще молодой он был художник. В общем, был найден уже образ короля, который устраивал и короля, и, ну, в первую очередь, короля и устраивал. Что касается Генриха VIII, то он вытащил счастливую карту. Он себе заполучил лучшего портретиста всех времен и народов, может быть, Ганса Гальбейна-младшего. Но тоже этот портретный тип, что ли, тип, созданный Гальбейном, он дальше десятилетиями не менялся. И портретирование Генрика VIII – это некая константа. Ну, это великолепный портрет погрудный. Есть рисунок в Виндзоре, хранящийся Гальбейновский. И на основе вот этого рисунка есть очень много версий. В основном они уже в мастерской Гальбейновской, хотя великолепные по качеству. Вот этот чатвард, вот этот, не помню где, сейчас, да, портрет. И совсем уже даже когда и после смерти Гальбейна, английские его последователи, они, собственно, повторяли вот тот же подход, тот же тип, и он оставался неизменным. Если же вернуться от этих соперников к Карлу V, то тут, как я уже сказал, довольно длинная история и сложный сюжет, который вкратце можно сказать, что в истории портретирования императора Карла V было три главы – нидерландская, немецкая и итальянская. Начиналось все с нидерландских портретов, и первый портретист, который был приближен к особе Карла V, и которому было дозволено, видимо, писать с натуры короля, а потом этот образ тиражировался, был Барент Ван Орлей, нидерландский художник. Вот это один портрет я вам уже показывал, второй – вариация той же темы. Есть несколько портретов, там спорят они – Барент Ван Орлей, мастерская Барента Ван Орлей, копия с Барент Ван Орлей. Но, в общем, понятно, что это изображение юного, еще безбородого Карла V, когда он в 1515 году стал бургундским герцогом, и вот до отъезда в Испанию, в конце этого десятилетия, в 1518 он уехал в Испанию, вот эти юношеские портреты Карла, они составляют, их много, но они все восходят к какому-то одному типу. Самый замечательный, самый интересный, самый изысканный из них – это вот этот портрет, авторская работа Барента Ван Орле в Будапеште. Ну, этот портрет тоже довольно много копировался, с него есть всякие реплики. Потом Карл V наступает большой перерыв, мы не знаем портретов, созданных в 1920-е годы практически совсем. Он находился то в Испании, то в Италии при армии, это время очень бурных событий и военных походов, но единственный портрет, относящийся гарантированным к 1920-м годам Карла V, это вот такой испанский портрет, ну, очень архаический, конечно, но Испания в 1520-х годах еще глубокая, художественная провинция, и, соответственно, и образ такой достаточно провинциальный. Дальше наступает новая полоса активного, что ли, портретирования императора, связанная с его пребыванием в Германии. В 1532-й, в 1533-й, в 1534-й годы дают целую там серию изображений, из которых самыми известными является вот этот, Кристофера Амбергера в Берлине в Гемальде-галерии портрет, и в собрании Тиссона такой вот Кранаховский портрет. Портреты немецких художников, они, конечно, сильно отличаются и стилистически, и по задаче, по подходу от того архаического, традиционного, восходящего еще к 15 веку, типу поглубного портрета, который очень аккуратно модифицировал и развивал Барнтван Орлей. Это вот такая стилизация, экспрессивная стилизация внешности, свойственная вообще немецкому портрету в принципе этой эпохе, но у Крановы достигающая, особенно наблядная. Вот там в Германии был написан вот этот портрет, сыгравший ключевую роль во всем дальнейшем развитии сюжета. Это портрет якобы Зейзенеггера, портрет «В рост». В 1532 году он был написан в Аусбурге, и вы знаете, почему он сыграл важную роль, потому что его было предложено скопировать Тициану, и с этого начался роман с Карва V с Тициану. Вообще про портреты «В рост» можно было бы отдельно поговорить. Это вообще, видимо, изначально, раньше всего эта традиция портретов «В рост» возникает именно в Германии. Это немецкая. Вот Крановские портреты «В рост» относятся еще к концу первого десятилетия XVI века. И как раз, может быть, итальянское искусство было инфицировано через вот этот портрет этой идеей, потому что портреты «В рост» возникают вот с 30-х годов. Ну, потом дают свои клады, в том числе Морони, в том числе самых уже многих итальянских художников. Ну, а это я просто вам напоминаю, что Тициану было предложено написать копию. Тициан создал портрет, который мы не так давно видели на выставке в Эрмитаже, который находится в Брадо. И это классический пример. Просто разбирать на семинарах про то, как можно, сделав абсолютно точную копию, изменить совершенно образ и написать совсем другую картину. Изменив в основном соотношение с пространством, ну и, конечно, совсем другая световоздушная среда, другое понимание каверистических задач живописи. И, как гласит легенда, после этого Карл Пятый сказал, что отныне писать меня будет только Тициану. Что и было исполнено практически. Единственное исключение из всех Второй Каверны Тридцатых и Сороковых годов, единственный портретист, которому было дозволено написать Карл Пятого, это его такой верный спутник в походах, в путешествии в Тунис и в Алжир, нидерландский живописец Ян Вернеен. Вернеен делал для Карла картоны для шпалеры, гравюры, прослабляющие его тунисскую экспедицию, но, кроме того, он был вообще-то очень известный портретист, очень успешный нидерландский портретист. И есть совершенно неформальный портрет, написанный Яном Вернееном с Карла Пятого, но этот портрет, видимо, заслуживает вообще отдельного разговора, потому что таких портретов практически без регалий, без всякого подчеркивания социальной роли изображенного очень мало в нидерландском искусстве этой эпохи. Это, видимо, продиктовано какими-то особыми обстоятельствами и особыми взаимоотношениями короля и художника и особыми обстоятельствами заказа этого портрета. А так, всё известно, в 1548 году были написаны эти знаменитые образы, конный портрет, вот это увеличение, и портрет в кресле в Мюнхене находящийся, который, собственно, вот этот портрет, он послужил фактически, вот так сказать, тем, вот Илья Аскольдович говорил, что портретируемый в какой-то момент говорил часто с толком, что вот это вот, вот я это вот это. Вот, да, ну да, да, это говорили и до нас. Но, вот, видимо, с Карлом Пятым это произошло на вот этом портрете Тициана, потому что всё последующее, не только те портреты, которые писались в последние годы жизни Карлова, вот это копия с несохранившегося, видимо, портрета Тициана, ещё один восходящий к Тициану портрет совсем уже в последние годы жизни Карлова Пятого, но и посмертные портреты, они восходили всё к тому же прототипу. Это Пантоха де Ля Крус, написанный через 20 лет после смерти Карла, это Рубенс, написанный через 70 лет, это Ван Дейк, написанный почти через 80 лет после смерти Карла Пятого. Карла Пятого изображали ещё много, но вот как бы в конечном итоге заказчик обрёл своего художника в Тициане. И вообще-то именно из портретирования Карла Пятого вышла самая плодотворная традиция парадного официального королевского портрета, потому что традиция, идущая от северной статуарной, несколько архаизирующей модели таких портретов, она тоже имела очень долгую историю и продолжалась, на самом деле, вплоть до начала XVIII века, особенно в Восточной Европе, в Германии, но всё-таки все вершины парадного портрета берут начало в портретах Карла. Но вернёмся, однако, к нашему скромному портрету, который никаким образом не претендует на ключевой роль в истории искусства, но тем не менее любопытен. Интересно было найти, подумать, кто его может быть автором, тем более, что императоры писали избранные художники, их мало в принципе. Кто мог быть автором этого портрета, можно было повычислять. Конечно, была очень привлекательна мысль связать его, если не с самим Барентом ван Орлеем, то с его мастерской. Это близко к стилистике портретов Барента ван Орлеем. Но не буду вас углублять в свои рефлексии, которые связаны были с сопоставлением картинок, но в конечном итоге мне кажется, что нет, это не Барент ван Орлеем, потому что по совокупности наблюдений Барента ван Орлеем всё-таки это элемент наива и архаизации, который есть в этом портрете. Он не свойственен Баренту ван Орлеем. Барент ван Орлеем художник с таким артистическим шармом и изыском, уже очень свободный в применении, сознательно стилизующий архаические формулы, но уже сознательно стилизующий. А здесь действительно такой традиционный, восходящий к типу погрудных портретов в конце 15-го, начало 16-го века, портрет. Был там ещё один художник, который писал портреты при дворе брюссельском. Вообще художников, которые работали при брюссельском дворе, было мало. Брюссельский двор – это двор сначала тётки Карла V, Маргариты Австрийской, а потом правительницей была сделана наместница Нидерландов, сестра Карла V, Мария Венгерская. Но при их дворе Карл регулярно бывал, и там были придворные художники. Вот был такой художник, мастер легенды о Марии Магдалине. Имя его неизвестно, как следует из произнесённого, но круг его произведений был ещё в начале 20-го века выделен Максом Фридлендером. И тогда же примерно была очерчена его возможная биография. Им много приписывается работ, почти сотни уже в наше время. Делались попытки соотнести его с какими-то именами. Наиболее правдоподобный выглядит такой Питер Ван Конникс Волу, у которого всё подходит. Он родился в конце 1460-х, начал работу в 1490-х, был связан с двором, получал какие-то заказы от двора. К сожалению, ни одного прямого доказательства. Как условно, отдельно существующее имя и круг работать можно было бы связать. Но вот этот мастер Марии Магдалины был традиционным придворным портретистом. Причём с давних времен. Со времён ещё родителей Карла Пятова. И вот его работы ранее, ну вот это портрет Филиппа Красивого, отца Карла Пятова, ещё в детском подростковом возрасте, и ещё один портрет, портрет Маргариты Австрийской, они относятся к рубежу 15-16 веков. И прямых аналогий здесь вряд ли можно узнать. Было бы натяжкой увидеть здесь прямые аналогии с тем портретом, про который идёт речь. Но заинтересовавшись этим художником, я обнаружил, что когда Макс Фридлендер формировал круг его работ в начале 20-го века, в 20-е, точнее, годы это было, он внёс туда вот такой портрет, который тогда продавался, проходил на рынке, любопытно, как работа Франсуа Куэ, то есть французские корни всё-таки постоянно этим портретом приписывались. Макс Фридлендер на обороте картина неизвестна, где сейчас находится, есть только фотография довоенная. Возможно, она была на художественном рынке, мелькала в 20-е, 30-е годы, потом ни разу после Второй мировой войны не всплыла, скорее всего, погибла где-то в пожарах Второй мировой войны. Но на обороте фотографии, хранящейся в РКД, в Бюро художественно-исторической информации в Гааге, рукой Фридлендера, помета, что копия с мастера Святой Марии Магдалины. Но тот же Фридлендер нашёл ещё один и включил портрет, который тоже числится работой мастера Святой Марии Магдалины, который не погиб в годы Второй мировой войны, но где находится сейчас всё равно неизвестно. Он последний раз проходил на художественном рынке лет 25 назад, вот тогда была сделана эта маленькая марочная светная фотография в аукционном каталоге, единственный источник наших знаний об этой картине. Но даже по этой плохой фотографии видно, что опять-таки это тот же композиционный извод. И здесь этот портрет наглядно связан с другими работами вот этого мастера, вот этого анонимного мастера. Я вам покажу, чтобы сопоставить. Первое сопоставление, опять-таки, очевидно. Вот эта картина, которая на чёрно-белой фотографии из архива Фридлендера, она очевидная копия. Копия не очень высокого качества, потому что тут даже и Карла Пятова не узнаешь без сон. Что? Рот открыт. Ну, с артом, я не оговорил в самом начале, что когда я показывал крупным планом наш портрет, что там есть кое-какие записи. Этот портрет ещё не... Его никогда не брали в руки реставраторы, там есть наплывы лака. И вот, скажем, губы как раз и у нашего портрета, они очень неудачные, они такие, как помадой нарисованы. Но реставратор, которым я советовался, Виктор Коробов, реставратор живописи, сказал мне, что точная запись, и что под ней, наверное, губы моего выправили, сказал. Ну, здесь, да, я тоже не могу понять на этой фотографии, выглядит, будто он поёт, или там с открытым ртом сидит. На самом деле, просто, ну, да, это известно, что он плохо живал, там и всё, но, ну, может, это, да, вот к теории того, что можно, а что нет, какие уродства можно изображать, а какие, да, и где северная, и где южная традиция. Вот более важна, скорее, вот и интересно вот это сопоставление, потому что там всё ясно, там копии и оригиналы, или, во всяком случае, гораздо лучшие образецы. А вот сравнивая эти два портрета, невольно задумаешься. Они, конечно, они зеркально отражают друг друга, копию зеркально делать очень трудно. Тем более, что довольно много есть зеркальных копий, относящихся к 17-му, 17-му веку, они связаны с тем, что обычно какие-то знаменитые картины воспроизведены в гравюре, и в гравюре в зеркальном повороте. И вот с этой гравюрой уже делается копия. И когда речь идёт о зеркальном воспроизведении какого-то портрета 17-го века, тут сразу ищи, что, значит, где-то есть гравюры, с гравюрой сделаны, и, значит, не оригиналы. Но вот что касается 1520-х годов, это не работает, потому что гравюр никаких с мастера Марией Магдалины никто не делал. И тут, скорее, другой вопрос, очень плохо исследованный. Как вообще вот это тиражирование портретов осуществлялось? Потому что портрет, ну, он писался под заказ по распоряжению, там, при дворе получал художник, и дальше куда-то отправлялся. Потом, ведь некоторые эти портреты пеклись десятками, и очень похожие, ну, уже в мастерской художника повторения делались. То есть до нас не дошло ничего, никаких ни описаний, ни артефактов. Но можно почти быть уверенным, что существовали какие-то кальки, какие-то паттерны, которые хранились в мастерской, и которые могли использоваться как в лицевую сторону, так и в обратную. Это как раз было, ну, это могло быть. И поэтому вот такое появление портрета в обратную сторону, это в данном случае, скорее всего, свидетельствует о том, что оба портрета вышли из одной мастерской. При этом тут уже я додумываю, но мне кажется, что между ними есть временной интервал, что портрет вот этот на светло-зеленом фоне, он раньше, хотя тут уже Карл с бородой, но это очень юношеский портрет. Да и вот этот цветной фон относится к какой-то более раннему вкусу. А наш портрет, он больше всего похож на самую позднюю известную работу вот этого мастера Марии Магдалины. Есть вот такой портрет, портрет Марии Венгерской, той сестры Карла V. Этот портрет датировал 1531 годом. Вот он уже на темном фоне, он, конечно, в хорошем состоянии, он хранится в Будапеште, тоже в художественном музее Будапеште. Он в хорошем состоянии, а наш портрет нет. Но когда смотришь, особенно руки тут хорошо сопоставлять, они с яблой, так сказать, с одним приемом сделаны. Но я не готов сказать, что они там парные, хотя в принципе могли быть. Портрет правительницы Нидерландов от имени Карла и портрет Василина Императора, они могли сделаться в одной мастерской и как парные вещи, не обязательно так. Только мужу и жену делали парные портреты. Но во всяком случае, я думаю, что они близки по времени. Да и по лицу Карла, вот я с самого начала сравнивал его с портретом Зейзенеггера, это тоже 1532 год. Вот это возраст, какое-то около 30-летия Карла. И этому есть еще одно, так сказать, тоже косвенное, тоже не до конца стопроцентное, но для меня убедительное доказательство, что вот спустя буквально два года, просто после тех дат, которые я называю, в 1532 году был исполнен самый первый гравированный портрет Карла V. Гравированный портрет – это тоже всегда такая веха, потому что его тиражируют, распространяют, продают. Это одна из важных форм пропаганды государственной. Гравированный портрет был заказан знаменитому гравёру, ученику дюрера Бартелю Бэхаму. Всё, я заканчиваю сейчас. Бартелю Бэхаму. И этот портрет, он... Бартель Бэхам не встречался с Карлом, это известно. То есть ему должны были посылать какой-то образец, не как образец для гравюры, гравюру он сочинял сам, а как образец, как черты лица воспроизвести. И мне вот кажется, что этот... Ну, не обязательно этот портрет, но вот список вот этого варианта портрета Карла V. мог быть отправлен в Нюрнберг Бэхаму и послужить ему основой для его гравюры. Ну, а так, ещё раз, значит, я просто на прощение показываю вам этот портретик, который, конечно, очень примечательная работа. У нас вообще-то не было раньше портретов Карла V. Я уже, это с чисто музейной точки зрения, хочу сказать, что большое удобство их иметь, потому что есть масса выставок, где очень хочется представить Карла V, и вот теперь у нас появится такая возможность. Спасибо.